Мир без виз Вулканолог из Петропавловска-Камчатского Сергей Чернышев Художник-монументалист из Москвы Виталий Мельничук Архитектор-реставратор из Санкт-Петербурга Люба Щелкотунова Профессор физики из Чикаго Виктор Лямичев Экономист из города Долинск на острове Сахалин Катя Клементьева Индокитай Путешествие по странам Индокитая начинается в Бангкоке, столице Таиланда Именно здесь находится крупнейший аэропорт региона Первыми, с разницей всего в полчаса, прилетели Люба Щелкотунова и Катя Клементьева Обе впервые попали за границу И Бангкок станет для них первым иностранным городом Россиян сейчас можно встретить в любой стране мира Антон Дреничкин приехал в Таиланд изучать тайский язык В свободное от учебы время он методично изучает Бангкок Не только сконцентрированные в центре туристические достопримечательности, но и районы компактного проживания нацменьшинств Китайский квартал Бангкока, Чайна Таун, крупнейший в мире Рядом с ним находится Индийский район Его называют Маленькой Индией Среди бангкокских индийцев есть мусульмане, буддисты и христиане А также небольшая сикская община Пожалуйста, пусть и другую дорогу Сикский храм Гурдваре открыт для всех Нужно только соблюдать строгий дресс-код Закрыть плечи и колени Обязательно разуться и хоть чем-нибудь прикрыть голову Как женщинам, так и мужчинам Храм трехэтажный На первом этаже гардероб На втором обеденный зал Сикхи бесплатно кормят не только друг друга, но и всех желающих Так завещал великий гуру Нанак В столовой по очереди дежурят все члены сикхской общины Независимо от возраста и социального положения В молельный зал вход также открыт для всех Обстановка демократичная Разделение только по половому признаку Мужчины сидят на полу справа от центрального прохода Женщины слева Сикхский храм можно разглядеть только изнутри Снаружи его со всех сторон окружают лавки, магазины, рынки А давайте наверх пойдемся немножко Наверх заходите Там самое интересное наверху Товары продавцов так много, что покупателей на всех не хватает В одном месте продают товары легкой промышленности В другом – овощи и фрукты В третьем – цветы В четвертом – готовую к употреблению еду Часто довольно экзотическую В Бангкоке создана разветвленная сеть автобусных маршрутов Проезд стоит недорого Есть и официально бесплатные автобусы Выделенных для общественного транспорта полос на улицах нет А пробки есть Особенно тяжелая дорожная ситуация в центре города Но здесь выручает река Чао Прая По ней и грузы перевозят, и местных жителей, и туристов До прибытия остальных участников путешествия остается еще три дня Валерий, Катя и Люба предпочли не оставаться в Бангкоке А совершить краткую поездку по юго-западной части Таиланда От железнодорожной станции Тхонбурри поезд идет до станции Салая Оттуда уже недалеко до городка Накхонпатом Родины тайского буддизма Буддизм появился в Таиланде задолго до самих тайцев Первые миссионеры пришли сюда уже во втором веке до нашей эры Тогда же основали и первый на тайской земле буддийский монастырь В центре его насыпали земляной холмик, в котором захоронили часть мощей Будды Потом его неоднократно достраивали Обкладывали слоем кирпича, досыпали земли, клали еще один слой кирпичей Покрывали плиткой И так несколько раз подряд В результате получилось невероятное сооружение Похожее по внутренней структуре на гигантскую русскую матрешку Ступа со всех сторон окружена храмами, статуями Будды, священными деревьями, пещерами Сюда со всей страны приезжают тысячи паломников На пожертвованные ими деньги здесь все и строится Во время Второй мировой войны японцы взялись прокладывать железную дорогу из Таиланда в Бирму По ней должны были снабжаться японские войска, воевавшие с англичанами на подступах к Индии На стройке использовали труд заключенных, преимущественно англичан, американцев и австралийцев Строительство велось в жарком тропическом климате В густых джунглях, кишевших ядовитыми насекомыми и змеями От недоедания и тяжелого физического труда строители часто болели и умирали Построенную на человеческих костях дорогу стали называть дорогой смерти Сейчас она относится к числу самых известных туристических достопримечательностей Таиланда Самое известное сооружение на дороге смерти – железнодорожный мост в Канчанабуре Славу ему принесли книга Пьера Буля «Мост на реке Квай» и снятый по ее мотивам фильм Дэвида Лина, получивший сразу семь Оскаров Построенный военнопленными деревянный мост во время войны был уничтожен Позднее его восстановили, но уже не из дерева, а из бетона и металла Западную часть Таиланда, по которой проходила дорога смерти, сейчас занимают национальные парки Самый популярный из них – парк Ираван Находится примерно в ста километрах от Канчанабури Железная дорога до него не идет Не, на середину не обязательно, уверенность как раз не на середине Уже уверенность внутри Доехать можно только по шоссе, например, автостопом или на туристическом автобусе В густых вечнозеленых джунглях на территории свыше 500 квадратных километрах водятся сотни видов диких животных и птиц Здесь есть горы и реки, долины и пещеры Но самая главная достопримечательность – семикаскадный водопад Он называется так же, как и весь парк – Ираван В Таиланде в озерах и реках купаться опасно Очень уж много в них ядовитых змей Их нет только у водопадов Земноводные не любят шум А рыб он ничуть не пугает К счастью, среди них нет ни ядовитых, ни хищных Самый распространенный тип машин на тайских дорогах – пикапы В жарком тропическом климате в кузове ездить значительно приятнее, чем в салоне с кондиционером Автостоп в Таиланде замечательный Но в темное время суток все же проще и удобнее путешествовать на поезде Быстро, сравнительно комфортно и очень дешево В прачу Окхирикхан путешественники попали в разгар тропического ливня Это и неудивительно Ведь летом в Таиланде сезон дождей Дожди бывают почти каждый день Но обычно по ночам Тем, кто спит под надежной крышей, они никаких неудобств не создают Утром же обычно сухо и солнечно Прачу Окхирикхан – один из крупнейших туристических центров центральной части Таиланда Но в сезон дождей туристов здесь почти нет На пляже можно увидеть только рыбаков Пойманную ими рыбу сушат прямо на набережной На вершине стоящего у пляжа холма стоит маленький буддийский храм К нему ведут 396 ступенек Монастырь в ад Тхаммикарат известен как обезьяний храм Обезьян здесь много, а монахов совсем нет Как нет и туристов Можно в почти полном уединении молиться, репетировать Или просто наслаждаться видом на город и Сиамский залив И вновь автостоп Путешественники возвращаются в Бангкок, чтобы встретить своих попутчиков В Бангкоке к компании путешественников присоединились еще четверо Юрий Сприжицкий, Сергей Чернышев, Виктор Лямичев и Виталий Мельничук Прилетели из Москвы одним рейсом Первые впечатления от Бангкока Первые впечатления Дай бог, чтобы они были не последние Вообще не очень жарко, надо сказать А очень комфортно Хочется здесь остаться надолго И побыстрее уехать Очень жарко Из аэропорта все вместе поехали в район Кауссан Недалеко от Королевского дворца Здесь обычно останавливаются бэкпакеры И самостоятельные путешественники из Европы и Америки Народу здесь и днем много А по вечерам пешеходов становится так много Что формально проезжая улица становится по факту пешеходной Открываются массажные салоны, бары, дискотеки На проезжую часть выносят столики кафе и ресторанов Из окон и открытых дверей доносится зажигательная танцевальная музыка Супер! Здесь так все поет Шишая летает И я летаю Сегодня Второй день Мы вышли в свободный оплав В Таиланде В Таиланде есть свыше 100 национальных парков Самый крупный из них – национальный парк Кхуяй Расположенный примерно в 175 километрах к северо-востоку от Бангкока Он входит в пятерку крупнейших заповедников мира И в 2005 году включен в список мирового природного наследия ЮНЕСКО Туристов туда возят организованными группами Но при желании до парка можно добраться и самостоятельно – на перекладных Поезда отправляются с центральной железнодорожной станции Хуалампонг Здесь есть и книжный магазин, интернет и лотки со свежеприготовленными экзотическими блюдами В большинстве тайских поездов есть вагоны только третьего класса Обстановка как в пригородной электричке или в метро Народу немного От станции Пакчонг до входа в парк Хуяй идут маршрутки В грузовиках с крытым кузовом кондиционера нет Но не жарко – на ходу обдувает ветром Достаточно комфортно, но очень шумно Приходится перекрикивать шум мотора и врывающегося в щели ветра Маршрутки высаживают пассажиров у северного входа на территорию национального парка Хауяй Общественному транспорту въезд на его территорию запрещен Дальше только пешком Или автостопом В Таиланде часто встречаются пикапы Даже в Семером можно уехать на одной попутной машине Катюша на высокий период закрутой Выходила, песню заводила Про степновости за вас слона Ой, что-то не то Как и куда-то меня занесло По-моему, ребята, они здесь перевозят Слоновья на усы У меня такое впечатление У меня есть зрелство от укусов змеи Какое? Вот такое острое-острый нож Потом что-то перетягивает Я не знаю, надо почитать конструкцию А то когда укусов там не будет, то будет сюда В парке Кхо-Яй живут слоны и тигры Крокодилы и обезьяны Ядовитые змеи и летучие мыши Всего 67 видов млекопитающих И около 300 видов птиц Самые нахальные из них выходят к автомобильной дороге Но большая часть предпочитает прятаться в джунглях В парке проложены свыше 50 туристических троп Одна из них начинается где-то неподалеку от центрального офиса И идет к водопаду Кхайо-Суват Короче, я предлагаю пойти по этой дороге Тропа маркирована И пройти по ней можно и без гида Нужно только найти начало А вот это как раз и не очень просто Карты у путешественников нет Ориентируются по напечатанной в туристическом буклете схеме маршрутов Многие брались помочь советам, но показывали в разные стороны Может пойти наугад? Метод научного тыка также к успеху не привел Говорят, заблудившийся в лесу человек ходит кругами Так и оказалось Проблуждав по лесу пару часов Путешественники вышли на ту же самую точку С которой и начинали Это та самая? Та самая? Ну, это другая речка Потому что нельзя одну и ту же речку перейти дважды У любой тропы, как известно, есть два конца Первый найти не удалось Но может удастся найти второй? Он должен быть где-то в районе водопада Кхайо-Суват А до него можно добраться и по асфальтированной дороге На ночь устроились в закрытом на сезон дождей отеле Поставили палатки на площадке второго этажа Крыша есть А стены в тропиках и не нужны Больше фактически ничего нет Большинство участников экспедиции попали в настоящий джунгли впервые Здесь так много экзотических растений Хочется внимательно их разглядеть И даже попробовать на вкус Так это же и есть можно фундук Оно горькое В национальном парке живут и слоны, и тигры, и крокодилы Но на глаза обычно попадаются только обезьяны Присутствие слонов выдают лишь кучи свежего навоза А крокодилы представлены предупреждающими табличками Специально пускаем туристов, чтобы у них была еда У них была достаточно еды Это же цинично Жить с концами, сидите ночи Мы пиваниры, дети, рабочих Самая реальная опасность, подстерегающая путешественников в джунглях Пиявки К встрече с ними нужно тщательно подготовиться Все, ребята, я защищен У водопада Хайоусуат удалось найти начало тропы Дальше пойдет легче Тропа маркирована красными точками Правда, найти их в густом лесу не всегда легко В сезон дождей воды в джунглях много Она течет сбоку из леса Хлюпает внизу под ногами И льется сверху на голову Они сколько-то я уже писали Не то слово А тут же ее скидываешься на лом место Она тут же как-то прилипает к другому Прямо точечные попадания Вот она у меня попилась Вот вторая Небо затянуто темными тучами Сразу же после заката начнется очередной дождь И он начался К счастью, путешественники успели выйти к центральному офису парка На тропический ливень лучше глядеть из-под крыши Утром настала пора выбираться из национального парка Точно таким же способом, как и попали в него Только в противоположном направлении, на юг Вернулись к цивилизации В ее самом ярком выражении Паттайя – главный курорт Таиланда Улицу на берегу моря А надписей на русском языке не меньше, чем на английском Да и русская речь слышна со всех сторон Для большинства наших туристов Остров Косаммит связан с континентом паромной переправой Но на него можно попасть и на катере Это немного дороже, но быстрее Косаммит протянулся с севера на юг и по форме напоминает Южную Америку в миниатюре Северная часть острова сравнительно широкая Но по мере продвижения к югу остров становится все уже и уже Вдоль восточного берега тянутся песчаные пляжи, застроенные отелями и пансионами На западном побережье берег скалистый и почти дикий Здесь легко найти место для кемпинга и плавник для костра Ночью началась гроза Палатки испытания не выдержали и протекли Все вещи промокли насквозь, да и собираться пришлось под дождем Пора возвращаться на континент Вначале на пикапе, а затем на пароме Вернулись в Бангкок, но и здесь дождь Центр города медленно, но верно уходит под воду Только стоящий напротив королевского дворца буддийский храм Ван Арун Остается островком спокойствия и стабильности Камбоджа 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 — одна из самых таинственных и экзотических стран Азии В древности здесь существовала могущественная и высокоразвитая цивилизация — империя Кхмеров В момент расцвета в девятом-тринадцатом веках нашей эры В ее состав входила вся территория нынешней Камбоджи и часть соседних стран Индокитая Столицей империи Кхмеров был город Ангкор До наших дней от него дошли только руины Но и они ежегодно привлекают миллионы туристов со всего мира Туристы селятся в городке Симрип, находящемся всего в шести километрах от руин Ангкора Здесь есть отели и гестхаусы, рестораны и кафе, массажные салоны и бордели, сувенирные и книжные магазины Мадам, красивая! Мадам, уже падают ждя Ну что, двадцать книг — один доллар? Нет! 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 Ангкор был основан в девятом веке и существовал вплоть до середины пятнадцатого века В период его расцвета на площади около одной тысячи квадратных километров жило свыше миллиона человек После очередного нападения тайцев, во время которого Ангкор был сильно разрушен Кхмеры перенесли свою столицу в Пнампень А заброшенные за ненадобностью руины поглотили джунгли В конце прошлого века Ангкор стали расчищать и восстанавливать И теперь сюда ежегодно приезжает свыше двух с половиной миллионов туристов Ангкор-Ват официально признан крупнейшим в мире культовым сооружением Он поражает своими гигантскими размерами и полной симметричностью На все четыре стороны света Изначально храм был посвящен индуистскому богу Вишну Божественному покровителю империи Кхмеров Но позднее в Камбодже стал распространяться буддизм И на месте индуистских скульптур появились статуи Будды В период расцвета империи Кхмеров в Ангкоре было свыше 800 храмов Часть из них восстановили И они по-прежнему используются по прямому назначению Храмы строили из легких в обработке камней Чаще всего использовали красно-коричневый пористый латерит и желтый песчаник Блоки тщательно притирались друг к другу Между ними не оставалось щелей И не нужно было использовать скрепляющий раствор Художники украшали стены орнаментами и барельефами Вырезали из камня статуи и скульптуры В процессе реставрации храмы пришлось разбирать А затем собирать заново Архитекторы пронумеровали каменные блоки Спилили росшие на руинах деревья Выкорчевали корни А камни сложили назад Именно в том порядке, в каком они, как полагают, и должны находиться Почти все статуи и барельефы пришлось создавать заново Реставраторы не вырезали утраченные элементы из камня Их слепили из цемента Это проще и дешевле В странах Индокитая у самостоятельного путешественника Есть соблазн на некоторое время отказаться от своей самостоятельности И прибегнуть к услугам одной из многочисленных туристических компаний Кроме стандартных экскурсий Они предлагают билеты на автобусы По всем популярным туристическим направлениям Дешево и быстро Конечно, если автобус не застрянет А это иногда случается Кроме стандартных экскурсий Кроме стандартных экскурсий Продолжение следует...